Об студии, что была лишь комнатой в Хрущевке, записывал свои вокальные партии, лежа на диване и накрывшись стопкой ватных одеял, чтобы не мешать соседям. Вот он, подвиг самоотречения. Вот он, подвиг нестяжательства. Блага земные не нужны тому, кто видит Царство Небесное. Тому, кто видит всю нелепость, всю нашиворотность мира, ни к чему его логику и его комфорт. Нельзя с котлета в руке читать проповеди голодным. А наоборот, можно. Безумие духа, каковым его считает простецкий обывательский разум, ничто без безумия быта. И то, что для обывателя ужасно, для юродивого норма. А ужасен для него как раз обыватель. Ужасна его жизнь. И если для обывателя юродивый, отброс, то для юродивого обыватель, труп. А труп гуляет по земле гордо шуршит газетой, лазит в интернет радостно в магазин празднично на футбол ночью с женой в постель. Это танец для мертвых минус песня с последнего прижизненного альбома ГО «Зачем сняться сны». Танец для мертвых – это вся жизнь, совокупность всех поступков каждого уродивого. То, чем он истово пытается вдохнуть в труп жизнь. Чтобы труп задышал мыслью, зажил мыслью, а зажив вдруг понял, что отныне смерти нет. Что Вавилон падет и уже падает. Что, коли дух есть, то и душа будет, а она, матушка, бессмертна. Вавилон падает. И так оно и есть. Он падает наглядно. И скоро окончательно позданется, и то, что происходит сейчас, это история про Содом и Гоморру. А насчет духа, то он ведь всегда и везде, ничего ему не сделается, если где-то и убывает, так где-то прибавляется. И я там, а вы – здесь. Счастливо оставаться. Егор. Алексей Рачун. Поделитесь статьей с друзьями.